Это фиаско, Владимир Владимирович, одна единственная акция протеста в одном единственном регионе показала, чего стоит вся ваша хваленая стабильность, показала, чего стоит вся ваша власть, национальный лидер, говорили мы еще несколько лет назад, человек, который способен, стихи и песни главному ведь посвящали. Владимир Путин молодец! Политик, лидер и борец! Наш президент в страну поднял! И где он, политик, где лидер, где борец? Возникла проблема, когда всего-навсего люди сказали, мы не согласны с таким решением, мы требуем справедливости, дайте ее нам! И мегавеликий, и мегацарь просто исчез. Полторы недели лихорадит целый регион, причем по-взрослому лихорадит. В минувшие выходные на улице Хабаровска вышло до 80 тысяч человек, каждый седьмой житель города. А если отместить детей, беременных женщин, матерей, что с малыми детьми сидят, стариков и немощных, в принципе, каждый четвертый получается где главнокомандующий? Спрашиваю я, и не только я, почему он до сих пор не обратился к этим гражданам? Я уже не говорю про «встретимся, начинаем!» В реале же, что мы наблюдаем? Очередная непростая ситуация в стране, и в очередной раз высшее руководство спряталось в кусты. Знаете, вот все чаще вспоминаю, как в период избирательной кампании 2018 мы тогда президента собирались выбирать, какой-то парень во время уличного опроса, опрос проводили саратовские ребята из «Свободных новостей», так вот тот парень спросил в камеру «Владимир Владимирович, а вы где-то вообще бываете, кроме как в телевизоре?» А сейчас я хочу спросить о том же самом Путин, кроме как в телевизоре, где-то еще бывает, хотя последние две недели мы ведь и в телевизоре великого кормчего не видим. То, что показывают в Соловьевской программе «Москва, Кремль, Батин» снято несколько месяцев назад. Ручку на столе раскрутил на днях, после чего главная российская теледива госпожа Симоньян испытала неподдельный оргазм, а следом за ней остальные телевизионные бабенки и мальчонки. Журналисты обратили внимание, об эмоциях Владимира Путина можно судить по тому, как он держит ручку. Например, сегодня, говоря о реализации важнейших нацпроектов, президент ее раскручивал, и эта ручка уже успела стать знаменитой. Такие это знаковое событие, которое, безусловно, говорит о величии России и ее верховного. Произошло, бог знает где. Трансляция велась через интернет, откуда мы знаем. Где в это время находился самый главный? Говорят, в бункере. А бункер тут вообще на территории великой и могучей построен. Впрочем, не в этом дело. Меня интересует другой. Еще раз, почему Владимир Путин говорит о чем угодно, кроме как о проблемах в собственной стране. Я прекрасно понимаю, что мороженое, радуга, которое производит компания «Чистая линия», это очень важно. Потому что есть сомнения, что «Чистая линия» не такая уж и чистая. Я прекрасно понимаю, что британцы законченные негодяи, потому что обвинили мою страну в краже на работах по лекарству от ковид-19. Всем этим, естественно, должен заниматься глава государства. Но дальневосточный-то шухер, неужели ему не интересен приграничная территория на минуточку, как уже говорил в одном из прошлых выпусков, основной транспортный узел всего российского Востока, а это уже экономика федерального уровня, нет? Кстати, вот эта вот история с британцами чуть выше упомянул, она меня конкретно повеселила. Прикиньте, как не повезло нашим властям. Собственный народ в том же Хабаровске их в ограблении народа обвиняет. Иностранцы говорят, что наши у них воруют наработки по лекарству от коронавируса. И не только. Вот куда этим кристально честным ребятам деваться при таком-то раскладе? Это реальная журналистика. Поехали! Дорогие друзья, я не часто это делаю, но в данный момент мне, наверное, и не хочется оставаться равнодушным. Предысторией послужило недавнее знакомство с одной женщиной, которая возглавляет общественную организацию «Солнечные дети». Есть особые дети, дети с синдромом Дауна. Кто-то их считает инвалидами, но факт остается фактом. Они уже есть, их огромное количество. А вот что делать с такими детьми? Как их правильно воспитывать, какие шаги необходимо предпринимать, родители зачастую не знают. Этим людям помогают те, кто сами прошли через нечто подобное методом проб и ошибок, придумали и внедрили нужные методики. Каждый год рождается вот сейчас около 30 детей. Когда организация только появилась, это была цифра около 60. То есть, получается, больше 40 детей оставались в детском доме, и только 15, 10 детей оставались в семьях. Вот с ними мы начали заниматься. Самое первое, с чего мы начали, это ранняя помощь. То есть делились опытом наши иностранные коллеги. Мы смотрели маленькие ступеньки, были такие пособия. В данный момент благотворительная организация «Солнечные дети» испытывает определенные финансовые трудности. Нужны новые помещения, появились дополнительные расходы. По части программ прекратилось финансирование со стороны государства, виной тому кризис в том числе. Никого ни к чему не призываю, но если сможем помочь, давайте это сделаем. Реквизиты организации внизу. Ну а теперь давайте серьезно. Вообще, ситуация в Хабаровском крае показала, насколько путинские халуи разучились работать. Оно продемонстрировало всем нам, что ребятишки-то только врать по телевизору умеют. Однако в этот раз их вранье идет им же во вред. И в первую очередь, данная история шарашит по и без того. Скудному рейтингу главнокомандующего, ну сами посудите. На Дальнем Востоке начался настоящий бунт. Вторую неделю к ряду не утихают протесты. Причем один протест масштабнее другого. В прошлые выходные на улице 40 тысяч человек вышло в эти под 80. Посчитать точную цифру, впрочем, сложно, поскольку там какая система? Из-за жары часть людей колонну покидает, их место занимают другие, потом те. Первые возвращаются, эти идут отдыхать. Иными словами, когда некоторые мои коллеги говорят про 100 тысяч и даже больше, он, наверное, имеет и место. И вот тут на сцене появляются гнилые пропагандисты. Ну вот, ура, ру, например, в эту субботу. Выхватили временной промежуток, когда народ решил разойтись по домам. Еще раз очень жарко было. Самое пекло, люди договорились пересидеть. Халуи тут же наклепали фотографии протестующих. Мало же их осталось. И ай да, рисовать статьи, мол, да полтора землекопа в Хабаровске-то митингуют. Меня украли голос. Как вы считаете, помогут эти протесты? Услышат Москва вас? Я думаю, она нас слышит. А вот услышит ли, да. То есть слышать и слушать две разные вещи. Поэтому не знаем, посмотрим, но мы не теряем надежды, поэтому выходим. Поэтому мы здесь. Народ не обманешь! 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 Или вот такими клоунами пропагандоны. Ой, пропагандисты бросаются в массы. Сейчас я вам это покажу. Зовут оно Олег Лурье. Оно почему-то называет себя журналистом. Послушайте те бредни, которые оно несет. Хабаровск, Хабаровский край, используют сейчас также для демонстрации своим западным кураторам, инвесторам, спонсорам. Точнее не инвесторам, а спонсорам. Используют для демонстрации. Посмотрите, ребята, что мы можем. Я с таких экспертов угораю просто. Вы сейчас прослушали речь данного чудика. Какую конкретику вы в этой речи услышали? Да никакой. Опять оппозиция какая-то. Организовала митинги по указке своих хозяев из Госдепа. Блин. А можно имена, фамилии услышать? Кто конкретно от оппозиции устраивал митинги? Иван Петров, Федор Сидоров. Кто конкретно их оплачивал? Госдеп – это серьезная структура, насчитывающая тысячи сотрудников. Джон Смит! Вы можете назвать фио человека. Вот я захожу в магазин, покупаю булку хлеба. Я знаю, что эту булку хлеба выпекла ООО «Колобок», генеральный директор Петя Фантиков. Это написано на этикетке. Продали мне ее в пятерочке. При входе в магазин вижу главный тут Василий Кукарекин. А в нашем случае о ком речь? Лурье, расскажите мне, кто конкретно проплатил митинги в Хабаровске и не только в Хабаровске? В нескольких городах Дальнего Востока протесты идут кто? Из каких средств? Кому? То есть кто конкретно те деньги получил? Что ты чешешь общими фразами? Но нет, у него конкретики. Как и у всех пропагандистов, они ведь только врать умеют. Кстати, вот еще один шут Гороховый. Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо. И у меня есть на это все основания. Ух ты! Оказывается, Фургал плохо работал. Ну да. Именно поэтому за него сейчас и весь край встал. Мне вот интересно, если завтра снимут с должности того Трутнева. Сколько народу выйдет в его поддержку? Да я и сам знаю ответ. Нисколько. А за Фургала вышел каждый пятый житель Хабаровска. Ну точно, плохо работал. Или господин Трутнев имел в виду другую работу? Работу жулика и вора? Типа народ не обворовывал и им наверх не посылал? А вообще, конечно, вся эта шутовская информационная войнушка только обозлила людей. Люди не идиоты. Они и так найдут нужную для них информацию. Показывают это в ящике или нет? На сегодняшний день, я думаю, не осталось ни одного жителя Дальнего Востока, который бы не знал, что у них происходит. Огромное количество россиян уже знают. Мировое сообщество – самая глупая тактика в процессе решения любой проблемы. Это ее замалчивание. Практика показывает, что в итоге становится только хуже. Ну что, СССР на его излете молчали о том, что в стране все не слава богу. И... А ведь тогда не было интернета. Глупыши от пропаганды сейчас уничтожают рейтинг своего хозяина. Чем дольше тянут, тем ниже этот самый рейтинг. Спасать великого Пу было поздно уже вчера. А уж сегодня-то. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. На моей страничке в Ютубе ссылка сверху больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал. Подписаться не забудьте. В соцсетях тоже жду. Темы предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok